девочки всем привет всем привет кто присоединяется к прямому эфиру меня зовут юлия фролова и сегодня я для вас проведу прямой эфир по дизайна из коллекции из новой коллекции слайдов маккуин это очень красивые слайды я сейчас честно говоря открыла их впервые перед эфиром посмотреть я никогда не придумываю заранее что я буду показывать вот и у меня всегда импровизация мне это нравится мне кажется всегда получается очень очень классно и так я вам сейчас покажу какие слайды здесь есть здесь есть вот такие полоски декорированные вот булавки очень классные мне прям все понравился сидел сейчас разглядывала вну такая круть вот такие бабочки есть классные пчелки потом вот такой декор есть черепами с бабочками с надписями тоже очень красивые вот такие мелкие бабочки это как в качестве фона можно использовать полностью на весь ноготь тоже очень здорово вот такой вот декор классный тоже интересный очень стильный особенно будет смотреться круто на длинных ногтях вот такое конечно но всегда длина она как бы помогает нам плане того что дизайн можно развернуть можно показать его намного глубже намного красивее можно больше декорации использовать нежели в коротких ногтях вот эти мне очень понравились такие классные бабочки с паутинками тоже обалденные ну вот такие как дополнение до черепушечки полосочки бабочки смотрите какие красивые особенно то те леопардовый но все красивые да наверное многие уже видели а вот такие есть бабочки я для вас сегодня выбрала вот вот эти четыре разновидности декорации и буду вам показывать сегодня композицию сделаем с вами композицию с применением вот этих четырех декорации у нас будет белая основа возьмем вот такой принт уж очень мне нравятся вот эти оттенки это что-то такое змеиное с бабочками я не знаю мне это напоминает больше кожу рептилии какой такой фантазийной применением еще каких-то оттенков черепа возьмем вот эти вот с бабочками с цветами очень мне вот этот кстати вариант понравился классный здесь нам понадобится еще надпись отсюда вот вот эти нам груз тоже обалденные мы возьмем отсюда вот таких пчелок ну и возможно бабочек сейчас посмотрим будем примерять а здесь обязательно нам понадобится какой-то череп большой или маленький мы будем смотреть и цепочки то есть я вам из этой из этого сета покажу сегодня композицию вот с этими декорациями с четырьмя тут их у нас очень много очень много здесь конечно огромный простор для творчества и еще кстати в наборе есть вот такой макбук небольшой декор сетки да и не декор сет здесь у нас варианты дизайна как на готовые уже да вот на ногтях с бабочками мы видим там желтом варианте так и вот такие типсы здесь кстати можно собрать да тоже композицию здесь представлена вот где-то 6 где-то 7 элементов до можно взять в композицию на клиенте два три варианта остальные остальные подобрать там либо черный сделать вот если взять вот эту композицию либо синий фон то есть тут можно пофантазировать вот эти очень красивые да на все здесь красивый вариант смотрите какие необычные стильные смелые достаточно дизайна мне очень понравилась вот эта идея и мы сейчас будем что-то подобное делать но уже как бы в своих своем немножечко варианте своем исполнении и здесь смотрите вот как маникюр это смотрится в живую очень красиво да вот на длине здорово и так приступим здесь а сейчас подождите приступим вот еще здесь хотел показать вот такой шикарный маникюр с черепами вообще классный я черепа не особо люблю но вот этот мне прям очень понравился я бы себе даже таки сделала и так может быть кто-то уже пользовался кто-то заказывал себе такой набор честно рекомендую правда очень красивый очень итак давайте приступим к нашей композиции а что нам для этого понадобится типсы нам для этого понадобится у меня есть уже все такие белые типсы готовы то есть не нужно делать покрытие так как там белый фон у нас требуется я взяла как раз таки именно типсы белые но можно опять же на клиенте у нас на клиенте как мы можем с вами поступить если мы с вами работаем на клиенте с таким дизайном мы можем либо сделать моделирование с белым гелем да можем белым гелем сделать моделирование или белой базой только желательно плотный оттенок не такой молочный полупрозрачный должен быть именно плотным вот либо покрыть краской гель-лаком белую подложку но мне сейчас очень нравится такая вот тема в работе когда мы делаем моделирование фоном это очень очень удобно это сокращает кучу времени не надо ничего красить не надо несут именно таких дизайнов до касаться тут вы сэкономите время на покрытие то есть сразу смоделировали белым гелем или базой плотной архитектуру и все готово подложка у вас уже есть итак я заготовила 4 тип сейчас посмотрим сколько у нас по времени уйдет итак приступим для начала нам нужно открыть и понять какая какой элемент в этом в нашей композиции у нас будет основным я думаю что основным будет конечно же вот такой фон так как смотрите он у нас идет в самом низу да то есть все декорации уже у нас начинают плясать именно от вот этой вот основа до цветной то есть все остальные элементы у нас идут накладываются на первый слой поэтому сразу сразу за основу возьмем мои самые первый элемент это вот такой нэл дресс цветной так дальше что нам понадобится один череп один череп от с бабочкой и смотрите у нас здесь четыре варианта декораций череп череп с бабочкой и бабочка да поэтому мы и будем брать то есть если у нас бабочка значит будет бабочка вот опять же какая она здесь черно-белая но она в крапинку можно дополнительно взять еще где здесь были такие бабочки в крапинку вот такую бабочку допустим она тоже очень классно подойдет под этот принт по сути тут можно миксовать как угодно бесконечное количество вариантов может получиться сейчас будем смотреть если понадобится бабочка вот с леопардовыми крылышками мы возьмем ее сейчас я все откроем заготовим несколько элементов здесь можно будет вырезать сразу например какую-то вот полоску прям жалко даже резать так мы вырежем полоску или квадрат какой-то вот допустим можем использовать вот этот фрагмент да вот этот фрагмент и как раз мы его будем до применим его на наши типсы давайте сразу отрежем чтобы на ноготь поместилась да вот приблизительно такой ширины вот такой ширины будет достаточно так один фрагмент мы отрезали сейчас будем смотреть как нам нужно нарезать его одна остальные типсы то есть основной у нас будет вариант центральной это вот этот фрагмент так вот так и вот так допустим да я думаю что отрезала я на глаз но у нас все с вами отлично поместится да отлично поместится сверху хочу поставить бабочку золотой и так и пара элементов вот таких вот цветных цветных элементов один мы поставим вот так не полностью да на ноготочек и один где-то снизу у нас будет тоже располагаться так все нарезали далее нам понадобится либо ватный диск смоченной водой либо влажная салфетка все что угодно все что угодно то на что можно положить слайдер чтобы он отделился от бумажной основы я возьму салфетку привет девочки всем кто присоединяется привет всем кто присоединяется так я нарежу сейчас все элементы которые нам пригодятся и потом мы будем с вами композицию собирать покажу как я это делаю как я собираю композицию всем привет у нас сегодня с вами эфир на тему композиция композиция с декорациями из цвета маккуинт вот очень мне понравились вот эти черепа прям такие они стильные обалденные и смотрите здесь у нас присутствует цвет вот какие мы можем еще с вами взять оттенки но если например не полностью у нас будут белые до ногти а еще какие-то оттенки мы с вами можем взять у нас здесь золото и здесь в черепах мы видим горчичный оттенок я час 2 взяла это цвета из коллекции lost in time очень красивый 293 292 идеально подходят они как раз у нас под нашим под цвет наших декораций можно взять любой оттенок из тех что вы здесь увидите да здесь их очень много здесь зеленые изумрудные горчичные коричневые темно-коричневый шоколад черный опять же черный он универсальный он ко всему подойдет но не все клиенты захотят именно черный оттенок поэтому можно вот разнообразить так и их пока открыл не понадобится но я заготовила так как мы будем делать первый вариант давайте наверно с цепью как я выбираю декорации которые мне для дизайна понадобится я определяю центральный типс и от него уже начинаю строить остальную композицию то есть если центральная у меня будет вернее тут даже будет два получается вот этот фон и вот этот крупный элемент с цепью из черепа привет девочки привет всем кто присоединяется и просто беру с других планшеток даст других адрес нам круст похожие по виду декорации чтобы все это дружилось чтобы все это гармонично смотрелась друг с другом так это для первого типс как я еще знаете как раскладываю когда клиентам готовлю его варианта дизайна вот так вот например это на один ноготь это на 2 ноготь это на 3 то все друг под другом чтобы потом я не путалась и не искала что же я сюда заготовила то есть вот у меня один ноготь уже да здесь я положила здесь 2 что сюда мы можем добавить я бы сюда добавила золотую бабочку или пчелку нет пчелку давайте пчелку уж очень они мне понравились все обожаю пчелок помните да раньше были пчелки мы делали их эти пчелки были у нас наклейки силиконовые да и мы их разрисовывали мы делали их объемными с гелем желез джемте гелями вот а тут как раз уже готовый вариант красивый так пчелку заготовили я бы сюда бы еще бы наверное бы если длина позволяет добавила бы вот эту ты хочешь можно добавлять кстати очень много можно такой насыщенный вариант придумать дизайна прямо глаза разбегаются если честно но пусть будет пчелкой так и дальше вот этот вот этот что мы с ними сделаем хочется его поперек наверное поставить поперек ноготочка перег моготочка отрезать у него по уже его сделать то есть отрезать него какую-то часть может быть она нам еще пригодится мы сейчас посмотрим а почему бы нет пригодится вот эту часть мы оставляем так что мы сделаем нам понадобится наверное зеленый вот этот вот наш оттенок и нам понадобится нам понадобится цепочка раз уж они у нас здесь присутствуют да мы не будем подмешивать другие цепи чтобы это был единый стиль композиции мы возьмем вот такой наверное фрагмент такой фрагмент цепочки так сначала заготавливаем и продумываем что у нас здесь будет что мы здесь показываем сюда бы я еще добавила вот такой вот крупный череп с бабочками так стоп стоп у нас бабочки будут пусть нас бабочки будут одного вида до чтобы композиция не была слишком перегруженной потому что потому что она и так довольно будет активная по дизайну чтобы не перегружать выбираем бабочки приблизительно похожие друг на другу бабочки пчелки да допустим два вида у нас здесь будет бабочек возьму одну все-таки леопарда очень мне нравится возьму ее пусть пусть тоже у нас здесь будет чтобы усложнить сделать более интересной нашу композицию возьму крупную бабочку видите у меня все таких оттенков будет это где-то хром дома на хром потому что здесь он тоже присутствует и горчичные оттенки и зеленые но и золото то есть вот в таких я решила сделать оттенках эту композицию так бабочка есть черепушечка есть можно еще поставить сюда маленькую пчелку допустим да вот где они у нас тут есть маленькую пчелку можно вот такую поставить можно еще вот такую поставить но наверное не надо давайте сделаем еще один вариант с пчелкой пусть он пусть это будет маленькая пчелка маленькая пчелка то есть это будет четвертый типс в композиции вот сюда он пойдет здесь у нас с вами тонкие элементы остался мы тоже его используем чтобы у нас было с вами задействовано все чтобы ничего не шло мусорное ведро для прямой эфир знаете чтобы ничего не шло мусорное ведро поэтому мы с вами используем вот такое наверное еще один элемент это уже из другого из от другого на крост возьмем вот такую полоску так возьмем полоску так возьмем полоску поставим ее здесь пусть лежит полоска есть есть пчелка есть маленькая цветная полоска еще что еще здесь можно у нас с вами взять можно еще взять например вот такой вот череп с бабочками с монохромными да он тоже нам кстати подойдет возьму крупный элемент так как у нас типс крупный то есть ноготь крупный если бы это он был бы немножко помельче я взяла вариант помельче и надписи нужны ли какие-то здесь надписи пока не знаю скорее всего да что-то понадобится давайте возьмем на черном фоне так как у нас будет с вами типс белый мы возьмем надпись на черном фоне возьмем ее куда возьмем куда ну вот сюда наверное я бы одну поставила поставила бы и наверное вот такую вот надпись тоже бы я взяла чтобы они не все у нас были одинаковые немножко разнообразие так здесь будет белого фона больше вот так все отлично готова теперь можно собирать композицию самое долгое и муторное это подобрать под нее все элементы вот собирать уже не так тяжело потому что пока мы все подбирали мы придумали как композиция у нас будет выглядеть в итоге так 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 собираем для одного типса нам понадобится покрытие сделать покрытие сделать зеленым оттенком и пусть это будет вот этот тип с начнем с него покрываем 293 оттенком что смотрите он довольно плотной нижнюю часть не обязательно прям вот идеально ровную линию сделать можно прям вот кисточкой от лака это сделать вот таким вот образом до нижнюю часть покрыли отправляем в лампу сушим 30 секунд еще хотела бы я взять вот такой оттенок 392 очень он красиво сюда подойдет а мы с ним с вами что сделаем наверное мы с вами сделаем тоже тоже здесь нижнюю часть допустим сейчас секундочку прям я подумаю вот мне хочется горчичный фон добавить вот на этот тип с нас полоска на которой у нас идет с полосками верхней части мне будет череп стоять здесь так а внизу надпись и давайте вот так сделаем вот верхнюю часть покрываем то есть мы на одном типсе мы покрыли цветом нижнюю часть на другом типсе мы покрыли цветом ну две трети поверхности так покрыли отправляем в лампу ты слушал 30 секунд ну я думаю да вот так это будет у вас с вами выглядеть да это под бабочку это здесь белый фон и на еще на одно мы можем с вами например половину типса допустим покрыть зеленым да будет очень кстати красиво смотреться может быть зеленым быть и да покроем 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 то есть будет кусочек беленького и кусочек зелененького чтобы у нас с вами цвета в композиции дружили с декорациями чтобы все гармонично смотрелось здесь тоже можно особо вот эту линию не выводить потому что нас по этой линии будут идти декорации и они скроют какие-то ее дефекты да если вы не совсем ровно и нарисовали поэтому не обязательно стараться тратить на это время так все итак начнем самого простого да с того на котором у нас будет с того типса на котором декорация будет стоять практически полностью на всей поверхности покрываем топом слайдер всю поверхность если вам толщина покрытия кистью с флаконом для вас велика то можно воспользоваться отдельной кистью и лишнее убрать потому что даже на тонкий слой этого топа декорации встают отлично и держится очень хорошо так слушаем 30 секунд как слайдер всем привет кто присоединяется девочки но и здесь тоже можно сразу на всю поверхность нанести топ для начала наверное мы с вами поставим нижние фоновые декорации поэтому давайте сначала поставим топ слайдер именно под них тоже отправляем лампу на 30 секунд здесь у нас будут две полоски ставим топ слайдер тонким слоем под полоски на всю поверхность здесь не нужно его наносить не нужно лишнюю толщину сейчас делать на этом этапе так так она все до суши уже 30 секунд и на этот типс мы наносим топ тоже под основную фоновую декорацию то есть вот эту приблизительно вот тогда можно кстати даже будет и цепь поставить тоже сюда сразу все суши в лампе 30 секунд и начинаем собирать так тема пинцетку и начинаем собирать ставлю на нижнюю часть вот смотрите здесь есть самая широкая сами широкий фрагмент от его я хочу поставить верхнюю часть там у нас будет бабочка сверху стоять так и всегда слайды можно по липкости топа слайдер подтянуть только очень аккуратно это нужно делать очень аккуратно здесь вверху у нас должен остаться небольшой участок очень аккуратно это нужно делать чтобы не порвать наш слайдер и как только вы его распределили поставили его все смотрите вот натянула все теперь все у нас хорошо лежит и самое главное нет складок их быть не должно примут когда ставим на свободный край заворачиваем его вовнутрь чтобы он полностью облегал свободный край сушим в лампе 30 секунд обязательно слайды нужно сушить чтобы они у нас с вами никуда не делись в процессе носки так следующую декорацию ставим вот таким вот образом ставим обязательно проверяем чтобы у нас не было никаких зазоров до чтобы стоял фрагмент ровно уже красиво так дальше что мы делаем мы ставим цепь мы ставим цепь в нижнюю часть вот так и смотрите мне нужно поставить так чтобы она чтобы она закрывала нижнюю часть можно вот один фрагмент поставить вот сюда маленький кусочек так неровно поставил у меня съехал сейчас его вот так и рядом у нас будет бабочка будет очень красиво смотреться сверху пусть маленький фрагмент но и пусть он будет так готова один слой готов нас второй слой будет сушим в лампе следующий собираем это у нас вот этот фрагмент так фрагмент вот этот он у нас будет не до конца доведен да у нас на некоторых типсах будут оставаться белые участки это нам нужно для общего вида так так все натянули все как следует да здесь все натянули сушим в лампе сушим в лампе и последний на белую часть мы с вами ставим вот эту полоску цветную поставили теперь выравниваем чтобы все было у нас ровненько красиво хорошо так если верхняя часть немножечко завернулась разворачиваем ее пинцетом аккуратно можно штампом ставить тут уже кому как удобно не суть суть в том чтобы красивую композицию собрать да чем мы там уже ставим это все равно так выравниваем выравниваем сейчас все здесь немножечко приклеилась и пусть нас там рекорд не могу я все равно так оставить и надо развернуть надо и все вот так поставили теперь нижний фрагмент с вами берем и и ставим его вот сюда вниз хотя можно и сверху поставить тут уже кому как нравится так отрезаем лишнее отрезаем лишнее и здесь и здесь что у нас идет у нас идет с вами пчелка сверху можем ее сейчас поставить можем потом но можно и сейчас вот сюда верхнюю часть хочу поставить пчелку нет зря сначала ставить нам нужно еще с вами топом слайдер покрытия потом уже ставить ее да так оставляем так отправляем в лампу не видно сейчас я просто ножка от экрана вышла чтобы чтобы поставить декорация смотрите здесь у нас лишняя пленочка осталось мы ее берем и убираем так сейчас прицеплю убираем аккуратно пилкой лучше какой-нибудь мягкой нет она вот такая для слайдов 1 пилка и что мы дальше делаем мы обрабатываем ультрабонда убираем остатки пленки и оставляем сушиться на воздухе на остальных и декорациях мы делаем то же самое если требуется здесь то же самое делаем по торцу чтобы пленка не загибалась у нас под торец и обрабатываем ультрабонда убираем остатки пленки так отправляем сушиться здесь то же самое со свободного края лишнее убираем так чтобы он не ездил прижимы убираем лишнее здесь тоже мы лишнее убираем вот так тоже проходимся ультрабонда проходимся ультрабонда оставляем посушиваться здесь у нас вообще ничего не мешает мы тоже ультрабондом проходимся аккуратненько чтобы пленочку лишнее убрать все он высыхает и мы дальше можем с вами спокойно ставить наши следующие декорации тут мы уже наносим топ слайдер можем нанести кистью из флакона на полностью на всю поверхность но смотрите тонким слоем толстый слой здесь брать не нужно тонким слоем примут размазываем видите он прям так ложится у меня не очень ровно но этого достаточно отправляем в лампу на 30 секунд здесь тоже самое мы с вами делаем покрываем топом слайдер покрываем топом слайдер и отправляем в лампу на 30 секунд отправляем здесь тоже здесь тоже самое ультрабонд у нас уже высох покрываем полностью всю поверхность если у нас слайдер с вами стоит на свободном крае нужно обязательно запечатать да нужно опять же проконтролировать чтобы слайдер где-то не завернулся чтобы он не стоял внутри торца за его пределами пилка убираем и поэтому его и слайдером обязательно запечатываем сушим 30 секунд и здесь то же самое здесь единственная не буду проходиться по поверхности вот этой полоске почему потому что она объемная там содержится таких как бы камушки да не буду проходиться конкретно по ней только края захвачу этого тоже будет достаточно чтобы эта полоска у нас с вами зафиксировалась и хорошо держалась до следующую коррекцию клиента наносим топ слайдер и сушим также 30 секунд и далее мы с вами заканчиваем собирать нашу композицию так что у нас здесь должно стоять у нас здесь должна стоять бабочка либо большая пестрая либо вот это золотая давайте так хочется такую такую поставить наверно большую все таки я здесь поставлю потому что здесь хочется добавить рыжинки добавить рыжинки и чтобы наша с вами бабочка закрывала верхнюю часть тоже будет очень красиво я бы должна знать сюда что-то золотой еще бы добавила что-то мне тут не хватает золото не хватает золото мне здесь из что еще что-нибудь вырежу хочу сюда еще что-то добавить так секунду давайте маленькую пчелку или цветочек можно цветочек кстати добавить вот вот такую бабочку давайте с вами сделаем так все пусть пока на полежит пусть полежит мы пока займемся другими типсами и так здесь что у нас здесь еще с вами осталось а мы с вами вот такой здесь череп поставим верхнюю часть вот так допустим так смотрим чтобы он у нас был по центру я могу выходить немножко из кадра но я вам потом все покажу бывает неудобно просто вот таким образом так пусть пока он полежит и так здесь у нас бабочка отошла от бумажной основы и мы можем ее поставить в нахлёст немного вот так смотрите очень красиво смотрится очень интересно отправляем в лампу на 30 секунд так здесь у нас что с вами идет здесь у нас идет цепочку но у нас здесь идет еще череп поэтому можем от цепочку чтобы из-под черепа и особо видно не было разрезать на две части одну часть мы ставим вот так сюда отрезаем верхний кусочек ставим ее сюда вниз так ставим вниз сейчас подвину вот по липкому слой там берем и подвигаем немножко вниз подвигаем что-то будешь делать так и теперь вот этот большой фрагмент там нужно поставить вот где-то тут вот таким вот образом вот таким образом если длина позволяет в принципе здесь можно даже надпись какую-то добавить допустим кстати да будет интересно давайте добавим если на других типсов будет не хватать мы вырежем еще да смотрите прям дополнила надо все отлично все сушим в лампе так два типсов у нас уже готова сушим в лампе так здесь вот так мы ставим с вами нашу черепушечку надпись и золотую пчелку здесь у нас будет надпись набить на белом фоне и золотую пчелку так вот таким вот так отлично так готова все поставили проследили чтобы все приклеил чтобы не осталось никаких складок и так далее сушим в лампе сушим в лампе так и здесь у нас осталось золотая пчелка мы можем с вами и поставить вот сюда сверху тоже будет прикольно она как бы идет внахлёст на черно-белую бабочку вот так ой прошу прощения я здесь на здесь сейчас ее не сможем поставить потому что ну нам нужно покрыть топом слайдер так убрали лишние брали немножко подсушили покрываем топом слайдер так тоненьким тоненьким слоем покрываем и так что у нас получается у нас получается очень красивая прикольная смелая композиция наносим ультрабонт не можем покрывать топа но топом и тоже не так просто покроем сейчас топом слайдер покроем а потом матовым и вот эти все золотые элементы мы выделим будет очень красиво у нас необычно смотреться так все декорации проходим топом слайдер топом слайдер сушим вот поэтому я говорю что нужно отдельной кистью все же наносить топ слайдер для того чтобы не было лишней толщины потому что у нас здесь уже три слоя топа слайдер и вот сюда в нахлёст мы ставим пчелку то есть получается на нас по центру ноготочка располагается вот так смотрите очень красиво сушим тоже в лапсе так здесь мы покрыли топом слайдер здесь нужно ультрабондом пройтись здесь тоже убираем остатки пленки с надписи так здесь у нас крылышко видите немножко задралось такое бывает потому что потому что наша бабочка она довольно жесткая не очень эластичная но ничего смотрите заталкиваем под крылышком топ слайдер и можно воспользоваться либо фонариком отдельным ультрафиолетовым либо просто включить лампу включить лампу вот так вот прижать и немножко подержать она приклеится потом мы убираем руку и у нас все встает на свои места сейчас так я и сделаю так так здесь мы слайдер посушили тоже такое может быть видите потому что они жесткие довольно поэтому нам нужно будет топ слайдер нанести под декорацию прижать чем-нибудь и подсушить вот именно когда мы держим как бабочку смотрите видите все на месте ничего никуда не у нас не отслаивается и так мы нашу пчелку обрабатываем топом слайдер под крылышко вот так вот заходим топа лишняя кисточкой убираем теперь я вот так прижму щас ногтем и отправлю в лампу все готово сушим здесь дальше что мы делаем тоже топ слайдер нужно нанести наносим его на декорации наносим его на картинке все да все промазываем как следует тоненьким слоем сушим в лампе и можем наносить матовый топ вот смотрите видите все теперь ничего не отстает далее мы наносим с вами матовый топ наносим матовый топ из объемных декораций излишки топом и убираем кисточкой покажу как это делается матовый топ всегда сушим на клиентах не менее не менее двух минут убираем излишки чтобы сохранить объем все сушим здесь тоже самое покрываем топом излишки убираем и обязательно на блик проворачиваю смотрю чтобы у меня все было покрыто что иногда может быть что под топом не все оказалось может где-то какая-то проплешинка быть излишки убираю обязательно отдельной кистью убираем и отправляю сушиться в лампу и потом на золотые элементы все будем проходить проходить матовым ой глянцевым топом все уже заговариваюсь ну что вот это сочетание матового и глянца она очень интересная очень красивая на самом деле так здесь тоже нас слегка есть объем поэтому убираем лишнее убираем лишнее сушим всем привет кто присоединяется к эфиру у нас сегодня такой довольно большой прямой эфир в котором я показываю вам композицию с коллекцией маквин тоже покрываем матовым топом покрываем и отправляем в лампу досмотрим чтобы он лег у нас ровно красиво без всяких проплешин и так далее вот так получается и теперь и теперь что мы делаем мы берем топ можно топ текус можно топ ультрашай это небольшое количество наношу например сюда на коробочку и кисточкой тонкой выделяем все блестящие элементы сейчас я немножечко ее промоя так заодно покажу как кисточку промывать но можно в этом что общество другую капельку нанесу чуть-чуть она мне задеревенела заполимеризовалась давно не пользовалась начинаем ее потихонечку так вот прокручивать все ворс становится эластичным снова можно пользоваться вытираем облаженную салфеточку берем топ и выделяем наши декорации вот все что золотое все что блестит будет очень прикольно смотреться в деле сложно необычно хотя здесь сложного ничего нет сложно здесь единственное в том чтобы заранее эту композицию продумать ну например на клиенте да вы скомпоновали элементы вырезали их подготовили каждый отдельно поставили чтобы вам потом не путаться смотрите как прикольно смотрится по другому совсем заиграл чтобы вам было легче потому что если вы не знаете как собрать и вы можете запутаться потом какие элементы когда вам использовать поэтому собираете и друг подружка их кладите на каждый ноготочек так выделили отправляем в лампу это быстро делается так череп выделяем и цепь тоже так все заиграл дизайн другими красками так здесь у нас немножечко остается здесь у нас пчелка золотая и полоска с камнями достаточно тонкого слоя и золото сразу выделяется становится видно обязательно добавлю потом фото сейчас делаю фир закончу сделаю фото красиво и добавлю его часом покажу как выглядит наша композиция можно добавить еще например что можно сюда добавить красиво смотрится да здесь допустим у нас будет один зеленый полностью ноготочек и следующий может быть горчичным ну и опять же можно например использовать два вот этих варианта два вот этих вариантов то есть композицию по сути мы собираем такую трансформер не обязательно брать все элементы которые в ней есть можно разделить если ваш клиент не хочет например все это делать сразу ногтях для него это много мы можем комбинировать наши типсы по-разному можем вот так скомбинировать тоже очень красиво смотрится с леопардовой бабочкой смотрите на остальные ногти у нас допустим будут однотонными так у вас планшетка с такими дизайнами стоит или вы по факту клиентам делайте дизайн у меня знаете у меня клиента они у меня настолько уже доверяют как мастеру что они делают вслепую меня дизайн но у меня есть и планшетка потому что без планшетки некоторые не понимают как это выглядит все в композиции поэтому я очень-очень советую вам делать планшетку она помогает на очень экономит время и вот такой второй вариант может быть допустим вот мы делали одну композицию сделали на самом деле две композиции до разделили получился менее усложненная такая вариант и так такие вот красивые типсы я вам показала сегодня с коллекцией маквин спасибо всем за то что присутствовали в эфире особенно тем кто досмотрел до конца и так буду сохранять эфир всем пока